Всем привет, дорогие друзья! Муин Гафуров Ну, Магомедов, привет! Всем салам, да, ребятки, всем салам! Собственно, это шуточка, если кто не понимает, да, пошла из нашего чата в Телеграме, поэтому, если вы еще не там, то присоединяйтесь, поверьте мне, там иной раз настолько весело, как говорится, что уже не встанешь, да, после этого чата. Что уже не вступишь ни в кое-другой. Собственно, я напоминаю, да, что все остальные поединки, которых на Ютубе нет, они уже разобраны у нас, Бойцовка Клуба Диванных Аналитиков, в формате ролика, как обычно, я там прям стараюсь все подробненько рассказать, да, какие-то моменты подмечать, ну, реально стараюсь, да, для нашей элиты. Вот, поэтому присоединяйся к этой элите, ссылочка в описании в заявленном комментарии. А сейчас мы поговорим про очень интересный поединок Муин Гафуров, ну, вы что, хотите, чтобы мы это пропустили, что ли? Да ни за что. Тем более, что комментарии, да, по поводу того, разберите бой Муина, они начинались еще где-то, наверное, с месяца назад. Да. Так что, ну, активная аудитория, да, просит, почему бы и нет, окей, поговорим сейчас про это. Да, тут надо отметить, что Саид Турмагомедов проиграл последний бой. Да, достаточно спорно, но причина, почему этот бой был достаточно близок, его кардио, да, и мы, в принципе, замечали этот момент уже давно достаточно, да, еще перед боем с Рони Барселосом, да, перед каждым боем, там, с Кирхамоновым, с Коди Стаммоном, да, всегда этот момент был подмечен. Зачастую у него получается удосрачивать соперников, потому что он такой прирожденный финишер, да, в этом плане он очень хороший, он может и вырубить, он может и потрясти в голову, он также может пробить вашу печень просто прекрасными ударами, у него великолепные, быстрые, точные уширы. В принципе, он и борется неплохо, и при этом моменты для сабмишенов находит моментально, да, вот буквально, Коди Стаммон только подмышку нырнул, пожалуйста, все, до свидания. Вот, тем не менее, да, вот бойцы, вот Рони Барселос и Мартинес смогли создать такой, как бы, момент. То есть, в принципе, если не бороться с Саидом, то в целом риск гильотины сразу пропадает, да. То есть, чисто технически с ним можно работать в стойке, да. И, в принципе, это делал, да, допустим, тот же Сильван Раде, да. Вот, тот же там Мартинес, да. Ну, Мартинес, да, он, конечно, кикер прекрасный, на дистанции чувствует хорошо себя. Ну, вот у тех, у кого более руки задействованы, то вот, конечно, дубу Сильван Раде сразу бы остается в глаза. Мулин Гафуров неплохо выступил в последнем бою, но он на коротком даже был в уведомлении. Да, да, да. Ну, и соперник был, да, такой достаточно выносливый, работоспособный, умеющий бороться, и в стойке рубиться, драться, и, в принципе, и с ударом тоже человек. Вот. И, опять же, нельзя сказать, что вот он был вроде бы на коротком уведомлении, но нельзя сказать, что это был разгром, или что-то типа того. Он, в целом, ты бой вообще выигрывал, да? То есть, до момента потрясения он бой вел в первом раунде, да? Затем произошел момент, когда у него сняли бал, по-моему, да? Да, да, сняли бал, сняли. Вот. То есть, по факту, в выигранном Кастанеды бою, где Гафуров устал только к третьему раунду, к середине где-то, да? Но при этом раунд был тоже близкий. Кастанеды по-хорошему забрал чисто без нокдауна, просто вот, если нокдаун, допустим, не включился бы, он бы забрал просто один раунд. И тот спорным образом. То есть, это надо обязательно было держать. То есть, в принципе, Гафуров достойный бой показал. Ну, там был момент, да, в каком-то там году, двадцать первом, да, с Чадом Анхельгером в мешком, которого он не смог пройти. Но, в принципе, как мне кажется, он изменился к тому моменту. После этого момента он стал лучше. И опять же, вот как дерется Манюн Гафуров? Ну, Гафуров, но он сам-то не борется, да? То есть, ну, по большому счету. Раньше, да, раньше боролся, но с бойцами, которые опасны или могут сами, типа, бороться, он с ними не борется. Опять же, в бою может быть все, да, там, кто ему там придумает геймпланты, вопрос. Тем не менее, если он, допустим, там, избежит гильотины, то в целом его работоспособность, мне кажется, намного выше. Потому что, допустим, даже в том же последнем бою, но он же огромный оборот работы сделал. Просто огромный. Он защищался от тейкдаунов, он пережил нокдаун, он сделал огромное количество попаданий, да? Перебивал к снеду в 100%. Но это огромные руки. Но с Аидой, конечно, очень сложно переработать, особенно в первом раунде, когда он максимально быстро, свеж. Он находит твою печень пяткой, он находит твое лицо хайкиками и ударами по голове. Но по большому счету надо отметить такой момент, что он... Его нокауты, они же зачастую были сделаны именно в корпус, да? Если мы не берем там Марка Стрегла, который просто в хламину пробит, вот. Если мы этот бой убираем, то в целом он в лицо никого не потрясал, да? Именно в печень или сабмишинами. То есть в целом, если вот именно об этом задуматься, с этой точки зрения, то Муин Гафуров для него неудобен. Потому что его, в принципе, бороть сложно, его поймать на сабмишин сложно, его передышать не так просто, особенно такому человеку, который сам устает. Ну и на руках там вообще задачка большая достаточно, кто лучше. Потому что, допустим, тот же Секси Мекси, да, вот этот... Ну, Костянея, короче, неважно. Вот. Он же тоже очень огромный работ... Огромную работу... Очень... Я влился в этот... Огромную работу делает. Вот. Он же тоже очень много ударов выбрасывает, в том числе и по ногам. В принципе, достаточно тоже такой неприятный кикерский такого... Кикерского плана боец. Собственно, вот мы и наблюдаем то, что Гафуров делает больше активных движений в бою. У Саиды на это просто нет работоспособности. Ну, у Саиды есть хороший финишский такой задаток, да? И вот вопрос. 1 и 3. Это вот настолько уверенно, что вот выйдет Саид, его удосрочат? Или все-таки этот бой будет 50 на 50, да? И такой там вот, допустим, за рамки двух с половиной минут первого раунда это уже вообще будет. Там непонятно, кто будет выигрывать. Мне кажется, что вот именно вот в эту стезю будет бой складываться. то есть именно пройдет какое-то небольшое количество времени и Саид там уже не сможет в принципе реализовывать свои финишские качества и это будет достаточно близкий поединок. А по близким шансам, мне кажется, Муин Гафуров за трешечку извините. Роман, как ты думаешь, будет это? Ну, мне кажется, что наиболее вероятно в стойке бой пройдет и возможно еще в клинче около сетки. Ну, так скорее больше стойчку вижу, да? И здесь у них так, ну, как я это вижу, так накладываются стили, что, ну, Саиду им больше вторым номером нравится работать. Муин наоборот, он всегда, да, вот, я уже очень давно стяжу за этим бойцом, у него всегда именно такая работа, первым номером он старается пушить, он старается танковать, да, и забрасывать тяжелыми ударами. Ну, вот именно по последнему этапу, крайнему, да, этапу карьеры вот в LFA, которые были бои, мне прям показалось, что очень он вырос в аспекте ударной техники, да, и довольно разнообразно работал, плюс, кстати, раньше у Муина, на мой личный взгляд, кардио все-таки похуже было, либо, знаешь, либо, может быть, это в контендер сериус, мне так показалось, потому что все-таки потом мы его увидели в LFA, да, где я свечку не держал, но допинг-тестирования там нету, вот, я, конечно, не знаю, может, сейчас у нас будут такие LFA, да, они скажут, нет, там, тестируют, да, но не припомню, что там кого-то отстраняли, хотя слежу очень давно, да, очень давно, очень плотно с этим промоушеном, я предполагаю, да, что с этим может быть связано, да, хорошее выступление Муина Гафурова, ну, типа, опять же, ничего плохого в этом нет, как бы нет допинг-тестирования, причем бы и нет, используя все, что можно, вот, и поэтому выступления были хорошие, классные, далее, в UFC тоже, в принципе, очень достойное выступление, как и заметил Арсений, здесь был на коротком уведомлении Муина Гафуров, плюс после боя уже поступила, да, информация, что он, ну, он прям совсем был не готов, и, собственно, был в плохой физической форме, да, и был очень плохо готов, и при этом, показал ли он плохой бой, да нет, в принципе, к победе, как мне кажется, был очень даже близок, и до последнего старался, до последнего пер вперед, окей, и нужно понимать, что сейчас в Абу-Даби у нас турнирчик, да, я, опять же, я ни на что не намекаю, наверное, там есть какое-то тестирование, но в целом, мы же с вами все прекрасно понимаем, что, ну, как-то в Абу-Даби получше показывают бойцы форму, да, как-то, и, ну, за исключением там, первого турнира, помнишь, когда там поздыхали просто все бойцы, которые дрались просто поголовно, да, 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 вот за исключением того турнира, ну, я думаю, вы согласитесь со мной, что в целом бойцы, как бы, и форму, и бои как-то получше показывают, чем США, например, когда они дерутся, ну, с чем-то, знаешь, это, наверное, мотивация, да, скорее всего, да, я больше не могу это ни с чем связать, только, ну, просто более замотивированы, у меня есть, мотивацию поднимаем, в этом бою, у меня есть предположение, что Муин будет замотивирован в этом бою, вот так я скажу, да, ну, вот так вот, замотивирован будет, поняли, да, поэтому я от него ожидаю намного лучшего выступления, чем в прошлом поединке, что касается Саида, прекрасный ударник, очень хороший контур панчер, он очень разнообразный, да, он очень опасный, он именно старается точно, да, работать, на точно, точно подать, у него, безусловно, какой-то партер тоже есть, но больше направленный на то, чтобы выиграть сабмишином, а так, в целом, в основном, все-таки старается в ударной технике проводить поединки, что касается кардио Саида, если мне не изменяет память, по-моему, мы с сенатором уже не один раз говорили, еще исходя из боя, помнишь бородатые годы с этим, со Скогенсом, что кардио, ну, ну, не идеально, но не самое хорошее, это уже очень давно, мы держим в голове этот аспект, да, и, собственно, из-за этого аспекта, на мой личный взгляд, да, как раз в крайнем поединке, Саид очень сильно своих болельщиков подвел, да, там, кто-то считает, был щит, кто-то еще, да, но, насколько я тогда видел настроение, Саид был буквально у всех в прессах, конечно, вы сейчас не признаетесь после турнира, это, я знаю, что вы не признаете, вы скажете, что вы переставили, да, во время этого, да, вы скажете, хотите прикол, мне не понравилось, как Саид дышит, поэтому, не надо, до боя, я помню, что буквально, вот, все прессы, которые я видел, там был Саид, вот, буквально везде, и, соответственно, очень многих он подвел, и я думаю, что как раз-таки, да, потому что он устал, мы видели конкурентные такие, там, первые два раунда, да, мы видели, что со второго уже не сильно много Саид стал выбрасывать, плюс, может быть, это не так, мне показалось, что его еще и триханул, там, этот, Мартинес рукой, бэкфистом, по-моему, хотя Мартинес больше все-таки кикер, да, его сильная сторона, это, наверное, удар ногами, вот, и третий раунд, когда Саид уже устал, все, что они делали, это просто клинчевались, да, просто клинчевание около сетки, у них весь раунд прошел, вот, в этих клинчеваниях, но, опять же, можно посчитать, что, типа, ну, этот раунд Саиду, да, но, с другой стороны, этот раунд могли, в принципе, отдать кому угодно, и судьи посчитали, что не Саиду, а у Саида не хватило сил, чтобы оттуда выйти и нормально поработать, вот, поэтому я вижу это так, что, ну, на протяжении какого-то времени, да, пока Саид свежий, он, по идее, ну, вроде как, потехничнее, чем Муинс смотрится, и, повторюсь, он все-таки на точность старается работать, и, вот, конкретно, как работал Муинсу в своем поединке, вот в этом, на коротком, мне тоже его разнообразие не сильно понравилось, вот так я скажу, потому что, я вот так смотрю, у него, по сути, комбинации не более трех ударов были в этом бою, причем он одно и то же делает, одно и то же просто, ну, обычно там два удара, вот, ну, я все-таки связываю это с коротким уведомлением, да, ну, даже учитывая это, учитывая, что, да, он одно и то же, простые какие-то комбинации бьет, но он это делает на протяжении всех трех раундов, и даже в этом проигранном бою, да, если я не ошибаюсь, он все равно перестрелял своего соперника по статистике, да, ну, как бы, работоспособность там присутствует, хоть тоже не самое хорошее кардио, поэтому я предполагаю, что если где-то Саид не попадет быстро, да, то бой может выдаться близковатым, безусловно, может, опять же, будет близкий бой в сторону Саида, но даже если в этом случае, то мы все-таки рассматриваем вероятности, да, я уже много раз говорил, что когда мы рассматриваем бой с точки зрения ставок, мы рассматриваем не того бойца, который точно выиграет, да, мы рассматриваем вероятность чьей-то победы, да, по нашему мнению сопоставляем ее с мнением букмекера. Саид Нурмагомедов идет у нас за 1,48, по-моему, да, сейчас, и за трешечку, ну, в наших конторах есть и за трешку, если что, Гафуров, поэтому разброс довольно-таки большой. Буквально в прошлом поединке Саида был тоже большим фаворитом, и во что это вылилось? Хоть сейчас и другой соперник, ну, я предполагаю, что бой опять может выдаться близким. Ну, и, кстати, не стоит, наверное, списывать со счетов и ударную мощь Гафурова тоже, да, он тоже попасть может, у него тоже удар очень тяжелый, и в ММА такое возможно. Так что за такой кэф я бы все-таки в сторону Муина Гафурова смотрел. И, как и всегда, традиционно, да, традиционный вопрос мне в личку, Ром, кого ты выберешь без кэфов? Ну, без кэфов, наверное, и Саид, да, скорее всего, без кэф. Но с таким огромным разбросом я просто не согласен, я считаю, что Муина чуть больше шансов, просто больше работать, тяжелее попадать, идти вперед, выглядеть более активным. Так что вот так, я поболею здесь за Муина Гафурова. Да, не забывайте, что в этом клубе полный разбор уже висит, и также у нас там полная диетика боев. А сами ставки на этот турнир, и на любой другой, и на другие турниры в следующей неделе, будут в закрытом канале в Телеграме. Так что всем там ждем, и приглашаем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok,